Если театр начинается с вешалки, то любая поликлиника начинается с регистратуры. И работникам регистратуры часто приходится брать на себя основной удар. Особенно с утра, когда народ приходит в надежде приобрести такой необходимый талон к врачу-специалисту, здесь особое напряжение. Придите после 8 утра сюда, к открытию, и всё станет ясно. Здесь большая очередь за талонами. Мы стараемся объяснять родителям вежливо, культурно. Всё, что от нас зависит, мы, в общем-то, всё делаем. Даже если с вами не вежливо? Ну а что, это наша работа, вежливость. Это наша работа, это наше терпение, как нас учили. Каждый, кто приходит в лечебное учреждение, должен не только получить квалифицированную помощь, но и остаться морально удовлетворённым. Месячник культуры общения нацелен на то, чтобы напомнить сотрудникам о простых правилах общения с пациентами. Хотя основы этих правил были заложены тысячелетия назад такими учёными, как Гиппократ Аристотель. Врач, заканчивая медицинский институт, медицинский университет, прежде чем вступить в свою профессиональную деятельность, приносит клятву Гиппократа, который и вложен на основы врачебной этики. В период проведения этого месячника вежливости, а вообще в течение всей профессиональной деятельности, мы своим медицинским работникам рекомендуем придерживаться правил общения с пациентами. Пациенты признаются, несдержанность проявляют и медики, и посетители поликлиники. И часто причиной этому проблемы иного характера, нехватка врачей и так далее. Ой, не всегда получается. Вот даже сейчас элементарно были у стоматолога, ну ужас, больше не приду. Я понимаю и пациентов, и работников, я понимаю, потому что пациенты стоят в очередях. Сейчас вели, правда, вот эту вот систему с талонами, на самом деле она намного облегчает, но всё равно происходит что-то мини-войны, они начинают тоже злиться, переживать. Сотрудники тоже, конечно, они работают, работают как бы не из лёгких тоже, у них тоже нервы сдают. Во всех учреждениях здравоохранения района, в том числе и в детской поликлинике, поставили ящик. Каждый желающий может заполнить анкету, внеся своё предложение, жалобу или благодарность. Кстати, хороших отзывов всё-таки больше, чем негативных. Я считаю, что вежливая, относится вежливо к родителям с уважением. Ну, я не знаю, все вежливые очень, ну я не знаю, очень хорошо всё. То есть конфликтов у вас в этом никогда не было? Нет. Нет. Должны быть все вежливы. И посидители, и врачи. Я пока вот только начала сюда ходить. Третий раз в поликлинике, у нас ещё маленький ребёнок. Очень хорошие отношения, особенно на нашем участке. Наша врач Ниса Байрамовна. Примером вежливости детской поликлиники можно смело назвать её заведующего Юрия Михайловича Борисова. Всегда с улыбкой, всегда доброжелателен. Естественно, когда человек приходит к тебе с проблемой в отношении здоровья, а здоровье, с моей точки, это самое главное и самое бесценное, естественно, мы должны приложить максимум усилием, чтобы больной человек, который приходит к тебе с проблемами, ушёл от тебя через определённый промежуток даже общения на 50-70% здоровым. Но всё же и сами пациенты не должны забывать о вежливости, приходя в лечебные учреждения. Любое общение должно строиться на взаимой вежливости. Ведь недаром в народе говорят, вежливость ничего не стоит, но много приносит. Главное в безумном нашем веке, чтобы не случилось в жизни устоять, быть чётким пациенту, оставаться человеком и теплоту сердец не потерять. Татьяна Брылова, Евгений Садовский, Екатерина Чернышёва, Видное ТВ.